Вечное лето, жаркое солнце, красное море, ну и конечно же морепродукты. Вот какие ассоциации у туристов вызывает Шарм-эль-Шейх. Сегодня мы пойдем кушать в ресторан Фарес. Это самый известный ресторан Шарм-эль-Шейха, в котором в Шарме есть три. Один самый-самый известный из них находится в старом городе, второй находится в районе Хадаба на улице Мерката, ну и собственно третий, пока еще тут немного туристов, находится в Генене Мол. Редактор субтитров А.Семкин Мне уже принесли мой любимый супчик Фарес, фирменный суп. Вот, кстати, еще один их суп, тоже с креветок, но подают в стакане. Тоже неплохой достаточно. То, что я действительно люблю Фареса, это их хлеб, свежеиспеченные, горячие, очень-очень вкусные. Также их суп с морепродуктами. Суп просто бомбезный. Бомба. Еще мы заказали креветки королевские, огромные, очень вкусные. Сегодня не заказывали много еды, получилось как-то вот так вот, потому что в Шарме плюс 42, и кушать не хочется от слова совсем. Вот это, кстати, Малахея, традиционный египетский суп. Ребята, пока буду чистить креветки, буду вам понемножку рассказывать. Такой совет. Если вы приходите в Фарес, и вы турист, то есть вы живете в отеле, не заказывайте очень-очень много, возьмите, попробуйте этот фирменный суп, который называется Фарес. Возьмите килограмм или полкилограмма креветок, смотря сколько у вас человек, и возьмите, выберите одну рыбку, попробуйте на всех. Тут, вы видели, приносит очень много закусок, очень вкусный хлеб. В принципе, если вы живете в отеле, завтракали, обедали, вам этого хватит. Креветки, кстати, очень вкусные. Потому что, например, вот я, я уже, ну, я живу тут, и я могу просто попросить упаковать с собой. На следующий день, на обед, я это разыгрею и скушаю. Вы это с собой не заберете, потому что смысла нет. Вы живете в отеле, будете кушать в отеле, свеженькое, все тепленькое, и вам не надо забирать с собой. Поэтому делайте выбор рационально, чтобы не тратить много денег, и чтобы просто потом не выбрасывать эту еду.